Друзья, всем привет! Перед вами 13-й Cubase, и сейчас будет обзор всех основных нововведений. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, меню. Теперь его перенесли из названия окна в отдельную линию, и она вызывается, кликнув правой кнопкой мыши по названию окна. Появляется опция Show Menu Bar, и вот теперь можно ее скрыть или показать. Нововведение спорное, но, может быть, кому-то это покажется удобным. Также изменением подвергся сам инспектор. У нас появилась, наконец-то, функция динамического изменения ячейок-инсертов. То есть, если сейчас мы добавляем новый инсерт, он у нас автоматически увеличивается в размерах, добавляя нам одну из пустых ячеек. Если мы удаляем, он автоматически уменьшается. В 12-м Cubase, как вы помните, было сразу 16 инсертов, и все, и это занимало почти весь инспектор. Также появилась возможность сделать сенды меньше. Если сейчас мы видим их по размеру как инсерты, то в 12-м Cubase они были по размеру вот примерно в два раза. Теперь они, вот видно, что сэкономили нам место. И сенды точно так же динамически увеличиваются или уменьшаются в зависимости от манипуляций ваших. Теперь загрузка пресетов происходит, когда мы кликаем правой кнопкой мыши по секции Load FX Preset, и у нас появляется список пресетов. Обновили также меню настройки пресета. Теперь удобнее это все выбирать. И те же самые настройки доступны нам в нашем новом Channel Inspector. Абсолютно все то же самое. Точно так же мы можем загружать сюда, точно так же в инсерты можем загружать пресеты и настраивать, что нам здесь нужно в отображении. Они, кстати, обновили немного Channel Strip, когда он отображается в ячейке микшера. Теперь доступна возможность, когда мы включаем компрессор, к примеру, есть кнопка Edit Channel, как в Edit Channel Settings, кнопочка E, и теперь мы можем сразу открыть компрессор, не заходя в наш Channel Editor. Точно так же с гейтом и с каждым модулем в Channel Strip. Теперь давайте поговорим про микшер. В микшере, в принципе, тоже обновился дизайн. Тоже во вкладке Channel Strip у нас есть возможность вызова компрессора непосредственно с самого канала микшера, не заходя в Channel Editor. И теперь важное изменение. В Cubase всегда любое копирование происходит через Alt. И раньше в микшере, когда мы хотели скопировать инсерты с одного канала на другой, нам можно было просто перетянуть их. Теперь это не работает. Теперь они ввели логику как в окне основного проекта, точно так же в окне микшера. Если мы хотим скопировать, нам нужно зажать Alt и потом тянуть инсерты. Если мы просто перенесем без Alt, то тогда инсерты просто перенесутся на новую ячейку, и все. То есть они сделали единую логику в работе с копированием как в окне проекта, так и в микшере. Следующим важным изменением, которое ждали все, это, конечно же, переключение на лету моно-стерео трека. Теперь, чтобы изменить конфигурацию трека с моно в стерео, с стерео в моно, достаточно просто кликнуть на его конфигурацию. Находится это под фейдером возле значка аудио трека, переключатель конфигурации. Точно это же можно делать и на самом канале, если у вас включено отображение конфигурации трека, вы можете переключать его на самом канале. Теперь о миди-редакторах. Нам наконец-то добавили долгожданный инструмент, это Range Tool в миди-редакторе. Теперь мы можем использовать его как в основном окне проекта. Он работает по тому же принципу точно так же. Следующее нововведение как раз полезно будет тем, кто вечно переключается между Key Editor и главным окном проекта. Это левая зона, в которой мы можем отмечать, какие синтезаторы, какие инструменты, добавленные в проект, мы хотим видеть в нашем миди-редакторе. К примеру, я хочу отобразить инструмент под названием Verse Pad. Я отмечаю на нем галочку и появляется его миди-сообщение. Также добавлена функция, чтобы ориентироваться, где мы находимся на нашем таймлайне проекта. Можно активировать во вкладке Track Display Settings галочку Show Tracks. И здесь мы видим все наши миди-сообщения на нашем таймлайне нашего проекта. Мы также можем активировать Enlarge Active Track. Миди-сообщение активного трека будет расширяться в окне в верхней зоне Key Editor. Также можно активировать и другие треки, какие-то можно деактивировать. И вот у нас есть квадрат. Квадрат означает, что открыто только один из миди-сообщений, то есть один миди-клип. А галочки означают, что открыты все миди-клипы. И теперь мы можем быстро переключаться между всеми миди-клипами и работать с миди, не покидая окно Key Editor. Теперь поговорим про обновленные Key Commands, то есть горячие клавиши. Их полностью обновили, и они стали намного удобнее, они стали намного полезнее. И сейчас я вам покажу, что же тут добавили. Теперь у нас есть четыре кнопки. Первая, это показывает все наши команды, которые мы можем назначить на горячие клавиши. Кнопка Assigned показывает у нас то, что уже назначено по умолчанию, и то, что назначили мы. То есть все кнопки, которые назначены как-то на какие-то клавиши, оно уже показывает здесь. В кнопке Customized здесь собраны только те, что переназначили мы сами. То есть это не назначение по умолчанию, это конкретно то, что мы сами уже в процессе работы переназначали. И on Assigned здесь собраны все команды, которые еще не назначены. И самая главная боль, которая была в предыдущих версиях Cubase в работе с Key Commands, это нельзя было переключиться на ивенты, то есть в окно проекта, пока у нас было открыто окно Key Commands. Теперь это возможно. И, к примеру, вот у меня сейчас выбран макрос Breed, и я хочу применить его. Этот макрос уменьшает у меня громкость на 6 децибел в выделенной области. К примеру, я его только что написал и хочу проверить. Я выделяю область, нажимаю Run Macro, и я вижу, что он уменьшил громкость и поставил локаторы. Если мне мало этой уменьшенной громкости, я, естественно, могу его применить еще раз, и громкость будет уменьшаться согласно проекту. Ой, согласно количеству, сколько раз я применю этот макрос. Сейчас возьмем другой какой-нибудь аудио. Вот. Считаю, это очень удобно, и теперь, когда мы будем писать новые макросы или назначать новые комбинации, это очень сильно упростит работу с горячими клавишами, и, естественно, само написание макросов станет легче, быстрее и лучше. Поэтому однозначно лайк, забираем в работу. Следующее изменение коснулось диалога добавления аудиотрека. Теперь мы можем выставить на вход нашего аудиотрека не только наши выходы с групп, fx-каналов, но также выходы с синтезаторов и сэмплер-трека. К примеру, я хочу версбас перевести его, точнее, не перевести, а сделать так, чтобы он автоматически писался в аудио. Я пишу в поиске версбас, и здесь у меня вот эта дорожка. Теперь выход с этого синтезатора, в данном случае используется Halion Sonic SE, и выход с этого синтезатора я назначаю на вход этого аудиотрека. Добавляю его, и теперь, если я запомню... Извиняюсь, сейчас, секунду... Так, вот, кто не знал, через Alt, если нажать по кнопке Solo, то при активации Solo любого другого инструмента ваш аудиотрек, который назначен Solo DEF, если не ошибаюсь, DEFIT, да, никогда не будет замьючен, если у вас Solo включено на другом каком-то инструменте. В общем, возвращаемся к нашим синтезаторам и аудиотрекам. У меня на входе в аудиотрек назначен версбас, то есть выход с синтезатора Halion Sonic SE. И теперь в Cubase я просто запускаю Play, нажимаю запись, и у меня будет писаться выход с синтезатора прямо на аудиотрек. Если, к примеру, я хочу поиграть вживую, то у меня пишется то, что я сыграл на MIDI. Тут, правда, сейчас задержка дикая будет из-за того, что у меня и видео пишется, и на карте буфер выставлен большой. Но когда у вас таких нагрузок нет, оно пишется идеально все по таймингу, то есть соответствует аудио, соответствует тому же таймингу, какое записывается в MIDI-сообщении. Так что теперь не надо создавать кучерявые роутинги для того, чтобы записать живую игру на синтезаторе, или если вы пишете железный синтезатор и хотите вживую оставить настройки и в MIDI, и в аудио, то теперь это стало делать намного проще и намного быстрее. Теперь поговорим про сэмплер трек. У нас в нем несколько изменений. И первое изменение — это новый алгоритм ворпинга. К примеру, мы делаем наш сэмпл медленней. Так звучит старый алгоритм. И теперь мы включаем один из трех новых. У нас есть Spectral, Spectral HD и Spectral Vocal. Я буду использовать Spectral Vocal. Три новых алгоритма. И еще нам добавили новую работу с кривыми. У нас добавили стрелку. Это стандартная стрелка, которая может добавлять точки. Стерка, которая их удаляет. Карандаш, который может рисовать заданные кривые. И кисточка, которая рисует... Работает почти как карандаш, только более... Карандаш рисует только одну точку, а кисточка может рисовать сколько угодно точек. И выбор кривых. Это перекочевало к нам из синтезатора Helion. И теперь мы можем рисовать кривые согласно нашей сетке. Мы можем включить синхронизацию. И теперь наша сетка привязана к одной шестнадцатой. Также обновили Step Input. И теперь мы можем регулировать длину клавиш сами с помощью ПК-клавиатуры. Нажимаю вправо. А теперь давайте посмотрим на новые плагины, которые появились в тринадцатой версии. Первый из них это Vocal Chain. Название говорит само за себя. И это некий комбайн, в котором собраны все штатные плагины. В нем удобно формировать вокальную дорожку для того, чтобы не надо было загружать кучу плагинов в один insert. Здесь собраны все нужные. И, в принципе, его уже достаточно работать с вокалом. По-быстрому накину какие-то настройки. Мы не будем погружаться сильно глубоко в этот плагин, чтобы не тратить время. Я отдельно сниму обзоры на него. Сейчас мы просто пробежимся по нему как бы звук до, звук после. И из нововведений в нем добавлены три новых компрессора. Vox Comp, Extreme и Black Valve. Также эти три новых компрессора доступны... Ой, точнее, два новых компрессора доступны в виде отдельных плагинов. Это Black Valve. Сейчас послушаем, как он звучит. Так звучит Black Valve. Valve, не знаю, как правильно сказать. Далее у нас идет Vox Comp. Следующий плагин, который нам вернули, это... Вернули, подчеркиваю. Он был, по-моему, в седьмой версии убран. Теперь в тринадцатой его опять вернули. Это вокодер, старый, добрый. Ничего в нем не поменялось, кроме интерфейса. Следующие два прибора, это два эквалайзера. Эмуляция пультека. Они также присутствуют в вокал-чейне. В принципе, еще один пультек. Ничего особенного. Единственное, что здесь ручки не фиксированного значения, а какое хотим, такое устанавливаем. Ничего особенного. И обновили интерфейс тест-генератора. Также обновили интерфейс всех MIDI-инсертов. К примеру, если мы возьмем Arpachi 6. Теперь у нас вот такой вот интересный дизайн. И также обновили все остальные плагины по дизайну. Из последних нововведений это обновленный аккордовый трек. Обновили дизайн. Все, что было под капотом, перенесли на главный экран. Теперь у нас кварток-винтовый круг справа. Не надо его искать. И мы можем также выделять некоторые аккорды, которые нам надо, и устанавливать сразу на них автоматическое голосоведение. А, кстати, добавили еще возможность добавления аккордов на аккордовый трек через Step Input. К примеру, у нас есть аккордовый трек. Мы активируем здесь Step Input, нажимаем аккорд, и у нас появляется аккорд на аккордовом треке. А раньше нужно было их перетягивать. Также из главных изменений, чуть не забыл, чтобы наш трек, наше воспроизведение возвращалось на позицию, откуда оно началось. Раньше это включалось в преференсах. Теперь это перенеслось во вкладку Transport, Start Mode, и вот теперь это находится здесь, Return to Start Position. Друзья, вот такой вот обзор получился. Постарался показать все нововведения. Действительно большинного введения в 13-й Cubase. Под капотом осталось очень много мелочи. На нее тоже можно снять обзор, но он, наверное, выйдет еще длиннее, чем этот. Поэтому пишите в комментариях все ваши идеи, предложения, пожелания, куда двигаться, как все настроить. Благодарю всех, кто досмотрел. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. В общем, всех обнял. Всем мир. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok